Покайся грешнику Хелиант, откажись от своего права на защиту и неси сюда баблишко. Стоп, стоп, спокойно, я не сумасшедший и обнаглевший в край проповедник, я адвокат Олег Лукьянчиков, а сейчас я вам передал тот посыл, который, как мне показалось, есть в новом законопроекте, в законопроекте 12093 про штрафы ТЦК, про новые правила возложения штрафов ТЦК. И в этом законопроекте, как мне показалось, под соусом возможности получить минимальный штраф, а потом еще и оплатить его со скидкой в 50%, кроется нечто иное. Что там кроется, вот об этом мы сейчас и поговорим. Законопроект 12093 вносит изменения в Кодекс Украины о административных правонарушениях и устанавливает новые правила, по которым будут привлекать людей к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, за нарушение законодательства о воинской службе и воинской обязанности, за нарушение законодательства о мобилизации. И первое, что попало в СМИ, это возможность платить 50% штрафа. И казалось бы, вот какая же хорошая новость, да, теперь можно оплатить в течение 10 дней 50% от штрафа, и будет все хорошо, и человек как бы вообще все классно отделался легким испугом, можно сказать. Но, но не все так хорошо, потому что там есть и другие положения, которые прошли мимо внимания СМИ, и ради которых, собственно говоря, этот закон и принимался, как мне кажется. Ну, во-первых, во-первых, стоит сказать, что когда мы открываем пояснительную записку, то второй причиной, вдумайтесь, второй причиной, по которой нужно принять этот закон, указано, знаете, какая причина? Наполнение бюджета. Ну вот, ну, класс, да? То есть вопрос административной ответственности, он не про ответственность, да, там даже не про то, чтобы как-то поругать, наказать, скажем так, нарушителей, а про то, чтобы наполнить бюджет, да, вот как на нас смотрят. Но это дело такое, вопрос даже не в этом, вопрос в том, какие еще механизмы туда заложены. А заложен туда, в первую очередь, самый страшный механизм, механизм отказа от права на защиту. То есть, теперь предлагается следующий механизм. Человек пишет в ТЦК заявление, что он признает свою вину, меру степень глубину, да, как говорится, и отказывается оспаривать позицию ТЦК. И ТЦК вследствие этого заявления выносит ему минимальный штраф. То есть штраф будет 17 тысяч. Ну, а потом человек сможет пойти заплатить 8,5 и, мол, оп, все, он избежал каких-то проблем. Ну, как избежал, не очень избежал, его-то привлекли к ответственности, у него будет висеть штраф, в его личном деле будет вот эта запись, что привлекался к ответственности. И самое страшное, что ему предлагают не спорить с ТЦК. А знаете, почему это предлагают? Правильно, потому что люди пошли в суды и начали сносить эти штрафы. И вот теперь, чтобы как-то вот избежать этого, ну, наверное, позора, да, потому что когда суды сносят штрафы, сносят постановы, которые изданы государственным органам и делают это массово, в большинстве своем, ну, это немножечко позорно, потому что это показатель того, какой уровень профессионализма у людей, которые выписывают эти постановы. И вот, чтобы это избежать, они говорят, приди, признай вину, заплати в итоге 8,5 тысяч, и ты отделался. Вроде бы хорошее предложение, ну, за исключением того, что вам придется признать вину, возможно, вам придется признать вину в том, чего вы даже не совершали, а теперь мы же представляем, что будет на самом деле внутри там, да, когда человек будет приходить, на него, скорее всего, будут случаи, вот, я, конечно, не утверждаю этого, но мне кажется, что в отдельных ТЦК могут быть случаи в Украине, когда человека заставят писать эту заяву. Ну, вот чувствую я, что может такое быть. Я не утверждаю, что будет, но вот чувствую, да, а вы чувствуете такое? То есть на человека будут давить и скажут, тут мы тебе не сделаем новый вот, пока ты не напишешь такую заяву. Ну, вот почему-то мне такие чувства подсказывают, что такое может быть. И в итоге человека поставят что? Поставят в ту ситуацию, где он вынужден будет отказаться от своего права на защиту для того, чтобы получить, допустим, новый ввод. Либо получить отсрочку, потому что ему скажут, не напишешь заяву, не получишь отсрочку. И в итоге это приведет к тому, что люди будут платить штрафы за то, за что они не должны были платить штрафы. Штрафы те, которые они бы пошли в суд и отбили. Но теперь у меня же возникает дальше вопрос. А что будет, если человек придет в суд по такой постанове? Как суды будут относиться? Вот этот вопрос данный законопроект не урегулировал. Но посмотрим. И я боюсь, чтобы суды не пошли на поводу, да, и не перестали рассматривать такие дела. Но, как минимум, в рамках ТЦК вы уже не можете прийти с адвокатом. Дело уже будет, вдумайтесь, рассматриваться без вас, если вы написали такую заяву. Ну и понятно, что там будет гарантированный штраф. Гарантированный штраф в сумме 17 тысяч. Ну и это еще не все. А перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому ролику. Ну а теперь продолжим. Этот закон, вернее законопроект 12.093 предполагает возможность заочного рассмотрения дела. В каких случаях? Ну первый случай мы рассмотрели, когда вы написали заявление свое. Понятно, окей. Но там теперь есть и другой случай. Помните статью 258, которая действует сейчас. На сегодняшний день заочно без вас можно рассмотреть дело только в том случае, если вам прислали вызов, вы его получили, именно получили и не явились. А знаете, что они предлагают? Они предлагают сделать то же самое, что с повесткой теперь. Если они отправят вам вызов, а вы его даже не получите, а может потому, что вы не будете там проживать и вы не будете знать, то дело будут рассматривать без вас. Ну просто прекрасно. Ну что вам сказать? То есть теперь, благодаря этому закону 12.093, когда его примут, а то, что его примут, у меня сомнений нет, потому что его предложил профильный комитет, то есть, скорее всего, оно уже все там рассмотрено, все решено, и это не будет проблемой принятия его, то будут теперь заочные штрафы. Также вносят изменения в статью 251, где перечислен перечень доказательств, которые могут использоваться в рамках административного дела, и там указано, что теперь таким доказательством является информация из реестра военнообязанных. Но вот что интересно, там опять же нет слова об РИХ, то есть просто есть единый государственный реестр призывников военнообязанных и резервистов. Ну и остается открытым вопрос, смогут ли ТЦК успешно доказывать, что об РИХ это и есть реестр военнообязанных. Это мы увидим уже в судах. Итак, подводя итоги, главная проблема этого закона заключается в том, что он позволяет рассматривать теперь дело без участия человека, и более того, даже если человек не знает о существовании этого дела, то есть если он не получит уведомления о том, что дело рассматривается, оно теперь будет все равно рассмотрено без него. Ну, на мой взгляд, позитивно оценить такие изменения, безусловно, нельзя. И тот факт, что они говорят, что да мы ж вот еще добавили вам там возможность по вашему же желанию признать вину, уйти на минимальный штраф и вообще снизить это до 50%, никоим образом вообще не умаляет того, что происходит. Ну вот никоим образом. А происходит следующее. Человека лишают права на защиту полноценного. И считаю, что это абсолютно, абсолютно неправильно в данной ситуации. И, безусловно, это не будет способствовать достижению тех целей, о которых они писали в законе. Да, что там все из-за этого закона придут, все заплатят штрафы, все станут на учет. Да нет, ну как они не могут понять, что ужесточение ответственности не решает этот вопрос. Ну, у нас за уклонение от воинского учета уголовная ответственность уже есть на сегодняшний день. И что? Помогло, ну как можно не понять, что для этого нужны другие механизмы. И ответственностью здесь вы эту проблему не решите. А как вы думаете, а какие должны быть механизмы, вот да, чтобы вас заставило выполнять законодательство и становиться на воинский учет? Ну, здесь больше вопрос к тем людям, которые не выполнили, конечно, этого, да, кто не обновил данные, например. А таких, как мы знаем, большинство. Вот что нужно было бы, чтобы вы стали все-таки на учет? И вопрос, конечно же, не про штрафов. Либо суммы штрафов, да, вот интересно. Может, есть какая-то сумма штрафов, которая бы сработала на вас? Вот напишите. Мне кажется, что увеличение даже сумм штрафов не поможет. Ну, а уменьшение, тем более, совсем другие механизмы должны быть. Все. Друзья, наговорил и так много. Если вы считаете, что видео данное было вам полезно, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube-канал. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.